Александро Дзонарди родился 23 октября 1966, Костель Маджоре, Италия. С 13 лет начал серьезно заниматься картингом. Постепенно стало очевидно, что у него великолепные способности и может быть большое будущее в мире спорта. Спустя уже три года он стал очень опытным водителем и после нескольких лет напряженной работы дебютировал в 1988 году в серии соревнований итальянской Формулы 3. Став к 1990 году одним из фаворитов чемпионата. В 91 году он переходит в Формулу 3000 и одерживает еще несколько побед. В 93 он впервые осознал, что автогонки это большой риск. На скорости 289 км в час отказала активная подвеска и машина врезалась в стену. Удар был страшным, мало кто надеялся, что гонщик выживет, но Зонарди отделался сотрясением мозга и повреждением спинного нерва на несколько дней, парализовавшим левую руку. Хотя именно тогда ему впервые пришло в голову, что игра возможно не стоит свеч. Он решает уехать в Америку, где следующие два года он доминировал на трассах. За два года он одерживает еще 12 побед. Для большинства поклонников карт Зонарди был кумиром, как Михаэль Шумахер для поклонников Формулы 1. Кроме таланта, его обожали за то, что он был своим парнем, искренним и честным. В Америке он стал по-настоящему счастлив, удача всегда была на его стороне, он стал известен и богат, обрел семью. У них появился большой дом на берегу озера, в котором всегда было много друзей. Но через три года все резко изменилось. Он начал чувствовать, что устал от чужой страны, языка, стиля жизни и принял решение вернуться домой. В 2001-м, желая вернуться в карт, он подписал роковой для себя контракт. 15 сентября не было тревоги и волнения, а было только одно желание победить. Ничто не предвещало беды, и за 13 кругов до финиша, лидировавший в гонке, Зонарди остановился в боксах для смены резины. Выезжая с питлейна, он слишком резко начал ускорение на холодных покрышках, машину развернуло, и она встала поперек трассы. В ту же секунду в нее врезался болид канадца Тальяне со скоростью 320 км в час. От удара его разрубило пополам. Авария была настолько жуткой, что никто не ожидал, что Зонарди выживет. Врачи боролись за его жизнь и были вынуждены ампутировать обе ноги до колена. Ему делали операции каждые двое суток, извлекая из тела обломки машины. За полтора месяца, проведенных в больнице, он перенес 14 операций. Это, разумеется, был конец его гоночной карьеры. Благодаря своей силе воли, к концу года он сам спроектировал специальные протезы, которые позволили ему вернуться за руль и начал интенсивную программу реабилитации. Он мечтал вернуться на тот самый автодром и все же доехать те 13 оставшихся кругов. И эта мечта воплотилась в реальность в мае 2003 года. Он впервые сел в кокпит модифицированного болида, его ступни протезов жестко зафиксировали на педалях, и он наконец-то провел до конца свою незаконченную гонку. Это было как воссоединение с любовью всей твоей жизни, которую у тебя внезапно отобрали на полтора года, признается потом Дзонарди. Даже отсутствие ног не помешало ему вернуться к гонкам после страшной аварии и одержать еще несколько побед. В возрасте 49 лет он принял участие в Паралимпийских играх 2016 года, став четырехкратным паралимпийским чемпионом. В качестве вида спорта он выбрал ручной велосипед, наиболее близкий вид спорта к тому, чем он занимался всю жизнь. 19 июня 2020 года Дзонарди столкнулся с грузовиком во время велотренировки. Все случилось на небольшом склоне, Дзонарди немного соскользнул на встречную полосу, и в этот момент появился грузовик. Столкновение было не избежать. После инцидента гонщик был перевезен в госпиталь, перенес несколько операций и, по последним данным, остается в тяжелом состоянии. С подобной волей к жизни остается только верить, что Дзонарди очередной раз сможет выкарабкаться и продолжать совершать подвиги, будь то в автоспорте или за пределами гоночного кольца. Может казаться, что я помешан на своих целях, но все абсолютно наоборот. Я наслаждаюсь моментом, когда пересекаю финишную черту и получаю медаль. Вместе с радостью присутствует и ностальгия о том, что пришлось преодолеть, чтобы оказаться здесь. На данный момент медики сообщают о значительном улучшении состояния здоровья, и вполне возможно, что мы еще не раз услышим о героях этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok